Слушайте, я с вами вообще не хочу разговаривать, вы никто. С вами еще очень мягко обошлись. И вот идет 20-й год. Сколько участков перепломбированы именно так, как должны быть опломбированы? А что же вы не приходили, не перепломбировали? Ну я же не реактивный, понимаете? О, вот с этого начнем. Человек не может вас временно замещать на словах. Покажите нам документ, что она вас временно замещает. Добрый день, друзья дачники. Сегодня у нас маленький рассказ о том, как наше руководство использует видеосистему для ограничения воровства на даче. И о том, как можно было бы избежать проблем с оплатой по счетчикам нашим, если бы у нас была немножко по-другому организована система учета. Ну давайте по очереди. Давайте вначале про наше видеонаблюдение. Не так недавно, буквально на неделю-две назад, у нас было очередное вскрытие дачи. И опять же, дачники, которые купили эти помещения, они обратились к руководству, им показали дулю по поводу того, как дача, контролируется дорога, просматривается этот участок. И в очередной раз возникает вопрос, для кого вообще была сделана эта система видеонаблюдения? Ведь так вот, если размышлять глобально по всей нашей даче, у нас 430 домов. Пусть в них живет не совсем то количество хозяев, а, допустим, летом живет, допустим, домов там 400-350. А зимой живет меньше, там где-то, кажется, около 60 домов. Но тем не менее, нам нужен какой-то контроль за нашими территориями. В свое время на этот контроль были собраны деньги и были куплены, соответственно, система, монитор. Монитор находится в нашей конторе, там сидит охранник, никуда не выходящий, боящийся вообще про территории пройтись. На какой черт нужен такой охранник? И вот к этому охраннику, значит, стягивается информация со всех наших камер, которые находятся на столбах. И он, по идее, должен это проверять. А запись должна вестись на диск, и на диске должно это все дело контролироваться и запоминаться на какой-то период времени. Вообще, судя по тому, что мы все-таки не госструктура, и мы не засекреченная область какая-то, если наш дачник, любой дачник, попросил доступ к видеоинформации, то это должен быть доступ открытый для всех дачников. Самый лучший вариант в этом случае был бы доступ к видеоинформации через систему интернет, и любой желающий, поставив соответствующую программу на свой телефон, мог бы проверять даже онлайн. Видео есть в городе такие камеры, веб-камеры стоят. Эти веб-камеры показывают ситуацию на улицах, на дорогах. Точно так же можно было бы поставить такие же камеры у нас для общего доступа. Это не частное жилье, это дороги общего пользования. Поэтому здесь не должно быть никаких секретов от кого-нибудь. А то, что наши руководители во главе с Павловой и Кузнецовой сделали систему, которая позволяет только им смотреть за ситуацией в кооперативе, это говорит о том, что они сделали систему для себя. И как раз это очень хорошо подтверждается вот той самой видеокамерой, которая стоит в поле на столбе рядом с домом Павловой. То есть контролируется участок Павловой. Она думает о себе, о том, как проверять, что находится возле ее забора. Ее не волнует, как проверять то, что находится на наших улицах, около наших домов. На прошлой неделе снова зачастили к нам цыгане. И под видом работ они опрашивают жильцов, можно ли найти какую-то работу, может кому-то нужны какие-то строительные дела. Вы сами прекрасно понимаете, что все эти ребята залетные. Они не стесняясь ходят по нашему кооперативу и просто высматривают. Очередную жертву. Поэтому никакие работы им не нужны. А была бы, скажем так, нормальная охрана, которая объяснила бы, что дачный кооператив только для тех, кто живет на даче и для их гостей. Те цыгане, которые ходят по нашему кооперативу, просто шляются, где им хочется. Это люди, которые здесь не имеют никаких ни родственников, ни знакомых. Они просто пришли под видом рабочих. Поэтому я думаю, что пока наше руководство не решит эту ситуацию радикально, с помощью той же охраны, которая должна эти вещи контролировать, ничего у нас не изменится. Сейчас идет зима, и вы понимаете, что у нас не прекратятся дачи, кражи, не прекратится воровство, и всему этому потакает руководство. Я не знаю, как сейчас будет работать в этой ситуации новое правление. Судя по тому, что в новом правлении находятся два новых человека, может быть, они каким-то образом смогут взять ситуацию в руки и отстаивать пожелания дачников, а не пожелания Павловой с Кузнецовой. Поэтому вот какая-то слабенькая надежда на этих людей есть. Хотя, судя по предыдущему руководству, я понял, что правление мало что играет в нашей жизни. Правление просто поддакивает Павловой и работает на то, чтобы Павлова и Кузнецова делали какие-то свои манипуляции, в том числе и финансовые. И, кстати, об ответственности. Ведь уже не зря возникали неоднократно вопросы о том, кому выгодна была пропажа финансовых документов в нашей конторе. Я думаю, что если бы люди, которые находятся в правлении, хоть каким-то образом отвечали за финансовые наши какие-то решения, они бы могли бы дачникам рассказать, каким образом уходили деньги на то или иное финансирование, на те или иные покупки. И делается как бы два вывода. Первый вывод. Если правление в составе пяти человек не знало, что делает Павлова и Кузнецова, тогда вся ответственность будет ложиться на Павловой и Кузнецовой. Если правление знало обо всех финансовых манипуляциях Павлова и Кузнецовой, тогда и на правление ляжет такая же самая ответственность. Поэтому маленький совет новому правлению. Если вы имеете еще какую-то совесть и какую-то ответственность перед людьми, контролируйте все финансовые расходы Павловой и Кузнецовой и доводите эти все вещи до дачников. Потому что любое сокрытие информации подразумевает какие-то неучтенные наши платежи. Тем более, что там уже прозвучали фразы о том, что нужно снова повышать у нас взносы и найти там дикие суммы. И дачники должны понимать, особенно те, кто до сих пор поддерживает Павлова и Кузнецова, что повышение взносов не улучшает нашу жизнь. Повышение взносов улучшает жизнь Павловой и Кузнецовой. И плюс создает для них соответствующий фонд для того, чтобы этот фонд тратился на их защиту с помощью адвокатов в судах и в соответствующих структурах. Вот куда идут ваши деньги, дачники. Вы должны это понимать. Поэтому, когда возвращаясь к системе видеонаблюдения, когда на собрании Павлова и Кузнецова рассказали, что был заменен диск на видеонаблюдении, вы должны понимать, что специалисты прекрасно эти вещи знают. Если вышел из строя диск, на который записывалась информация, всю информацию из него можно снять и восстановить. А вот то, что рассказываю дачникам, что вот вышел из строя диск, мы не могли что-то писать. Если вы не могли писать, сделайте соответствующий акт. Вызовите специалистов, они вам все расскажут. А так бы сделали, скажем так, свои манипуляции, какие-то никому неизвестные. Поэтому выход из этой ситуации очень простой. Дать доступ к видеоинформации всем дачникам. Если вы ее не даете, значит вы что-то скрываете. Ну и второй вопрос на сегодня. Я думаю, что это будет очень интересно многим, потому что именно на этом вопросе Павлова и Кузнецова делали свои финансовые манипуляции. Это касается продажи людям счетчиков и то, что они людей заставляли покупать счетчики с рук по завышенным ценам. И по вот той ситуации, что складывается, когда на любого из нас, на любого дачника можно наехать за счет того, что расскажут ему, а вот у вас на вашем ящике нет пломбы, а вы воруете электроэнергию, а у вас счетчик старый. Есть очень хороший способ, опробованный давным-давно, и это не секрет, что когда людей заставляли ставить счетчики на улицы, якобы для того, чтобы руководство могло контролировать расход электроэнергии и снимать данные, то нужно вспомнить, что есть, оказывается, такая система дистанционного съема данных по расходу электроэнергии. Такая система стоит у многих в домах, специальные счетчики, которые используют режим передачи информации либо по радиосетям, либо по проводным сетям, либо через интернет-каналы. То есть эти вещи есть, эти счетчики стоят дороже, чем обычный счетчик. Но в этом случае вы защищаете себя в первую очередь, я имею в виду дачников, не руководства, а именно дачников. И на вас не будет никаких наездов со стороны руководства, кем бы оно ни было, Павлова, Кузнецова или кто-то из новых руководителей. Если счетчик стоит дома у вас, в квартире, то целиком ваша ответственность за его состояние. Если счетчик стоит на улице, вы ни за что не отвечаете. Это уже было давным-давно описано. Поэтому, если бы изначально наше руководство, хотя бы одного специалиста спросило бы, как устроить систему контроля расходов электроэнергии, то любой грамотный специалист сказал бы им, что это можно сделать элементарно с помощью счетчиков, передающих информацию по сетям, радио или проводным. В этом случае в конторе ставилось бы мат-обеспечение на компьютер, и вся информация со всех ваших счетчиков поступала бы автоматически без вашего участия. И никто бы вас не обвинил, что вы сняли пломбу, вы куда-то залезли, ну и так далее. А вот если вы сняли пломбу у себя дома, это уже ответственность. Поэтому пусть Павлова и Кузнецова не рассказывают в полиции, в судах, в каких-то там ответах своих, или там просто бабушкам на уши вешают, что они будут людей наказывать за снятые пломбы, или потерянные пломбы, или вообще за отсутствие этих пломб. Это все развод на бабки, чтобы вы знали. Поэтому, кстати, по этому уровню контроля этих счетчиков я специально сегодня позвонил на завод Ник, который выпускает эти счетчики. Значит, счетчик, который использует радиоканал, стоит дороже, чем обычный счетчик. Этот счетчик стоит в пределах где-то около 1000 гривен при опте. Ну, если бы на самом деле наш весь кооператив на одном из собраний, пару лет назад, допустим, решил бы, что мы ставим на все дома такие счетчики. Да, мы потратили бы в два раза больше денег на каждый счетчик. Не 550 гривен, как брала Павлова, а 1000 гривен. Но они были бы у нас в безопасности, они были бы в теплой атмосфере домашней, они были бы вне влаги уличной, эти счетчики можно было бы смело опломбировать. И вот тогда не нужно было бы собирать в дальнейшем какие-то специальные там комиссии по контролю за расходом электроэнергии. И не было бы дурацких вопросов Павловой, почему это вдруг Скворцов за 5 лет так мало расходовал электроэнергией. Да потому что Павлова до сих пор не понимает, даже при очной ставке, она не поняла, что расход электроэнергии зависит от того, насколько часто хозяева находятся на даче. Она не понимает, она делает умный вид, что она ищет того, кто ворует электроэнергию. Но как вы думаете, можно украсть электроэнергию в диких количествах, не ведя никаких работ на даче, не заниматься стройкой, не заниматься производством, а посещая свой участок раз в 2-3 недели в летний период? Ну, видимо, скажем так, уровень, так, про знания говорить не буду. Люди сами прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Ну, вот это то, что касается счетчиков. Значит, само матобеспечение и сам контроллер, который собирает всю информацию с кооператива, стоит порядка 16 тысяч гривен. Но это делается разово, один раз на многие годы. И не нужно никаких специальных средств дополнительно. Кстати, вот наш счетчик, который стоит у нас в трансформаторе нашем, он передает автоматам всю информацию по нашим расходам на центральную РЭС. Та же самая технология. Поэтому здесь не нужно изобретать велосипед. Нужно просто захотеть и людям это объяснить. Ну, а Павла и Сквизнецова, они действуют по принципу, чем меньше люди знают и чем больше им слугов распространять, особенно бабушкам, которые не смотрят наши телеканалы, которые не смотрят интернет. Вот они этим пользуются. И потом, конечно же, появляются люди, которые рассказывают, а вот тот плохой, он ворует ток, он ворует свет, он ворует воду. Если вы сказали, что ворует, докажите и составьте акт соответствующий. Нет акта, нет воровства. И ваши слова – это очередная, скажем так, информация для того, чтобы вас потом привлечь в суд за ложную информацию. Поэтому Павлова и Кузнецова, вы так много наговорили и натворили, что самое смешное, что вы до сих пор не думаете, что вас рано или поздно накажут. Вы думаете, что вы останетесь безнаказанными. Вы очень много сделали того, за что вас можно привлечь к ответственности, в том числе и уголовной. Ну и на сегодня как бы все, все, что я сказал по поводу видео и охраны. Вот подумайте об этом. Поэтому дачники, у которых в ближайшее время, возможно, будут какие-то проблемы с целостностью участка, пожалуйста, заранее уже подумайте о том, как вы будете требовать у Павловой и ее окружения ответственности вот за то видеонаблюдение, которое ничему не помогает. До свидания.